А перед просмотром этого видео я хотел бы попросить зайти и подписаться на этот канал. Тут вы сможете найти различные игровые новости, летсплей и также многое другое. Если вы заинтересованы, то ссылочка в описании и всем приятного просмотра. Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальных 300 лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и всем приятного просмотра. Итак, всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon и добро пожаловать в нашу новую серию в мир наших покемонов, где мы сейчас будем путешествовать. Что мы сейчас будем делать? Наверное мы пойдем дальше на охоту за нашими боссами, так как боссы сейчас очень важны. Нам нужно добыть еще несколько шапок. Это во-первых. Во-вторых, ребята, я бы опять хотел попросить у вас прощения за то, что камеры в этой серии не будет. Но, честно говоря, ребята, я как-то устал, поэтому нету прям никакого желания сейчас сидеть с камерой и показать вам свою усталую рожу. Поэтому, ребята, к сожалению, наверное, сегодня камеры не будет. Но я не думаю, что это вас расстроит. Мы же все позитивные, крутые перцы. И поэтому, ребята, в этой серии мы не будем расстраиваться из-за того, что нету камеры. Я, кстати, действительно забыл то, что нам еще нужно спаривать Клиферий. Я вам очень благодарен за вашу подсказку, потому что я спаривал Манчлакса, Эликида и Глибафа. А про Клиферий я совсем забыл, потому что с Клиферий у нас... Ну, не скажу, что прям все началось. В том смысле, что это не первый покемон, с которого я хотел начать спаривать. Но все же, ребята, я забыл про нее. Ну что, давайте сначала выкинем вещи, чтобы у нас было 10 Блисси. 1, 2, ну, Тандерболл, ну, не знаю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замечательно. Фух. Ну что, ребята, мы будем убивать 10 Блисси. Это верно, это верно. Но я очень надеюсь, что с помощью этой Блисси мы сейчас не перекачаем нашего Хаунтера. Замечательно. Ну, давайте еще вот эту Блисси убьем. Так, это у нас вторая Блисси. Замечательно. У нас еще 8 Блисси осталось. Хаунтера мы, конечно же, эволюционируем. В этой серии мы его, наверное, даже выложим, потому что должен быть получиться Генгар. И, как вы знаете, ребята, в следующем... О, слушайте, так мы, наверное, в этой серии уже нового даже Капитана возьмем. Точно, Драгунает. А давайте мы уже его возьмем, ребята. А давайте мы уже... Хотя, знаете что? Я просто так смотрю. Тут пока что очень большие уровни. Я не хочу их терять. Когда мы отойдем, знаете, потом Блисси, как всегда, переспавнится. И мы потеряем вот этих больших уровней. А я их не хочу терять. Поэтому давайте мы быстренько их убьем. 7, 6. Так, 7, 6. Вот так. 7, 6, 5. Лучше все-таки мы их убьем, чтобы не терять. 5. 4. Еще кто-то заспавнится или нет? 4. 3. Не перекачайся. Я как-то даже посмотрел, забыл посмотреть на то, сколько там уровней ему осталось. Но я надеюсь, что мы его не перекачаем. Еще осталось 3 уровня нашему Гримеру. Ну, как сейчас эволюция в этом уже не Гримеру. Плюс к тому, ребята, он же Шайни. Это круто. В этой серии мы даже выложим 2 покемонов, ребята. Это очень круто, потому что, если вы помните, мы ранее говорили о том, что если мы будем в серии выкладывать по 2-3 прокачанных покемона, то это очень круто. Действительно, это очень круто, потому что если мы будем выкладывать по 2-3 покемона за одну серию, то мы даже очень-очень-очень и очень быстро закончим этот сезон. Потому что 3 покемона в одну серию, это очень круто. За 3-4 серии можно уже выложить полбокса. Это действительно очень круто. Ну, ладно, не будем пока что гадать. Нам еще осталось где-то 15% покемонов, но вот с этими эволюциями, которые сейчас происходят, уже не 15, уже меньше становится намного, да? Потому что эволюции как бы тоже считаются. Так, 3, 2, 1. Ну, да, ребят, еще у нас осталась одна Блисси. Вот, и замечательно. Ну, как замечательно. Должен 3 уровня. Мак 3 уровня. Хантер уже прокачанный, но нам нужно будет его эволюционировать в Генграда. Поэтому, ребята, что мы сейчас будем делать, чем мы будем сейчас заниматься? Давайте мы все-таки пойдем и выложим нашего капитана, ребята. Я думаю, все будут по нему скучать. Наш крутой перец. Глайскор. Сотый уровень. Ты нам тоже очень долго служил, но с сотым уровнем ты уже стал. Поэтому к тебе на замену сейчас будет приходить Мак. Какой в жопу Мак. Я посмотрел на Мак и сказал Мак. Нет, ребята, не Мак, а Драгонайт. Ну что, Глайскор. Ты был крутым, но все же прощай. Мы тебя выкладываем. Вместо Эликида. Сюда ставим. Драгонайта. Замечательно. Яйца у нас в процессе, в процессе, все в процессе. Замечательно. Ну что, Драгонайт, я не знаю, честное слово. Мувс. Мувс. Тебе бы Эртквик было бы просто охрененно, как круто. Я вроде знаю, что на него можно это изучить, если я правильно мыслю. Но печально в том, что Эртквика у нас, к сожалению, нету. Даже вот тут у нас его нету. Да. Нету, нету, нету. Ну ладно, будем смотреть. Будем смотреть, что с этого получится. Будем надеяться, что получится что-то хорошее. И Драгонайт нас не разочарует. Так, яички. Тут куча много яичек. Ребята, ну я не знаю, честное слово. И хоть убейте, я пока что не знаю, что делать с этим. Ни хрена себе. Я пока что не знаю, что делать с этой едой. Потому что, ну в принципе, вы сами понимаете, что если мы сейчас опять вернемся к еде. То это займет, ну прям очень много времени. И мы еще где-то на пару серий, как это было раньше, еще на пару серий, наверное, растянем наш сезон. Поэтому я сейчас думаю, зачем мы будем растягивать наш сезон. Да, зачем мы будем его растягивать еще там где-то на серии так 10-20. И, ну, тем, что мы будем варить еду, делать еду, выполнять заказы подписчиков. Здрасте, Глум, вы что-то тут забыли. Вот и первый покемон, на котором мы испытаем всю силу Драгонайта. То есть, зачем мы будем прокачивать опять покемонов, вот это все делать. И в принципе, это действительно на очень много, на очень долго затянется наш сезон. И мы вряд ли успеем закончить сезон к 150-ой серии, как в принципе у нас сейчас запланировано. Да, то, чтобы на 150-ой серии уже, наверное, начать какой-то новый сезон. Ну, наверное, с обновленной версии, да, ребята? Поэтому мы, наверное, как я ранее говорил, будем делать... Что мы будем делать, ребята? Мы будем делать дополнительный сезон, но сезон с модом на еду, да? То есть, это у нас будет кулинаринный сезон, где мы будем выполнять заказы подписчиков. Где мы будем готовить еду, где мы также будем строить ресторан. Но сезон будет уже полностью сосредоточен на том, чтобы просто-напросто кулинарить, выполнять все заказы. И, ребята, там не только будет мод на еду, да? Там, например, будут еще другие моды на декорацию. То есть, мы тот сезон закончим только тогда, когда мы приготовим все-все-все-все-все блюда, которые там существуют. А вы знаете, что там блюд немало. И, в принципе, наверное, там есть какие-то еще блюда, которые, ну, грубо говоря, мягко говоря, они так-то и просто выполняются, да? И тогда, когда мы выполним заказы, ну, наверное, многих подписчиков, да, ребята? Тогда мы, наверное, и закончим сезон. Ну, плюс к тому... Я перекачал... Нет, не перекачал его. Ну, плюс к тому, тот сезон будет с модом на декорации, да? Где мы будем тоже делать различные постройки. И, в принципе, действительно будем строить много чего. Это во-первых. А во-вторых, можно не только добавлять декорации, а, например, можно еще добавить какой-то мод на... Ну, на много чего, да? Есть много воспромогательных модов, которые добавляют разнообразие в игру, там, машины, крылья, вот как сейчас, например, или многое-многое-многое чего другого. И вот, кстати, по этому поводу я у вас потом и буду спрашивать. То есть, я потом устрою небольшой опросик. У меня есть две идеи насчет сезонов. То есть, первый. Ну, я такой спойлер вам сделаю, но все же вопрос будет потом. Какой сезон? Первый. Это у нас с модом на еду. Будем выполнять заказы, ла-ла-ла-ла-ла. На декорацию будем строить. И всякие воспромогательные моды. Да, там, на машину, на корабли. Корабли, на вот это все, просто-напросто, чтобы внести какое-то разнообразие в игру. Мне кажется, это действительно будет прикольно. Это, во-первых. А во-вторых... Во-вторых, это сезон с модом Тропикрафт. Я думаю, что этот мод, в принципе, многим известен. Да, наверное, многие сами в него играли. Многие уже знают, что он себе представляет. И знаете, почему мне пришла в гул вот эта идея сделать сезон с этим модом? Так как у нас, можно сказать, через полмесяца уже лето. И Тропикрафт это какая-то, знаете, прям такая офигительная будет ассоциация с летом. То есть, вот лето начинается, а мы как раз начинаем новый сезон в каком-то фантастическом мире, где мы будем себе коктейли делать, где мы будем себе... Нет, где мы будем... Да, в принципе, где мы будем себе домики на пляже строить, загорать под пальмой, отдыхать. И, в принципе, вообще путешествовать, искать приключения в каких-то джунглях. Мне кажется, это действительно будет очень прикольно. Поэтому вот такие у нас... У меня планы, что бы нам сделать. Мне кажется, Дизина, это в какой-то степени прикольно, но это, я говорю, только планы. То есть, что мы будем делать, я вам скажу позже. И также, что мы будем делать, я сделаю опросик. Я сделаю опросик немного позже, да. И плюс к тому, в том же опросе я буду спрашивать у вас, подписчиков, как бы у своих дорогих подписчиков и у своих любимых подписчиков, да, то, что... Наверное, жирный для нас слишком. То, что... А какие моды вы бы еще хотели, чтобы я добавил в новый дополнительный сезон, да? То есть, я буду спрашивать у вас, какие вы бы хотели еще моды. Вы будете в комментарии скидывать свои идеи с модами, то есть, будете скидывать ссылочки на моды, и будете также дополнять свое описание по поводу модов, да? То есть... Какой мод, что он вносит в игру, почему вы хотите его видеть, такой ли он действительно крутой, и, в принципе, прикольно ли вообще с ним играть, да? То есть, будет ли круто, если мы будем с ним играть, да? Поэтому вот такие у нас будут, ребята... Вот такие у нас будут опросики, да? Что и как мы будем делать по этому поводу. Поэтому, ребята, мы, наверное, это чуть позже сделаем, но вы уже, как бы... Я думаю, что вы уже ухватили всю идейку, что я хочу сделать, да? То есть, и как я вообще буду пытаться сделать новый сезон. И знаете что, ребята? Было бы еще круто, если бы я помнил, где была та точка, где может заспамиться райкваза. Я опять не помню, и это очень... Вот где-то вот туда, 1200 минус 400. Мне кажется, где-то вот там. Мне так кажется. То есть, я не уверен, но, может, сейчас мы посмотрим. Ой, я не на того... Набросился. Вот так. Это он. Да, это он. Это он. 1200 400. Пожалуйста, дропни что-то... Что-то офигенное, да? Куча-куча всяких вот этих камней. 1200 400. Ну, допустим. Ой, я опять куда-то не туда-то поехался. Ну, зато тут легендарный босс Джигли Паф. Это тоже круто. А у меня опять, ребята, как видите, вот с этой картой какие-то проблемы, потому что вот эта карта то закрывается, то открывается. Ну, вряд ли она открывается. То есть, мы летаем, да? Я потом, например, выхожу с игры, захожу заново, и то место, где мы уже были, почему-то то место закрывается, и я больше не вижу там, где мы были. И это очень хреново, потому что, как у нас было с алтарем, да, в той серии, где... Да ты что, издеваешься? Ты что, в земле, что ли? В той серии, где мы планировали сделать тебе легендарного покемона с алтарем, да, в Забдоса вроде, если я хорошо помню, то мы его, к сожалению, не сделали, только по той причине, что на карте то место, где мы нашли алтарь, оно просто-напросто куда-то нафиг испарилось. И также сейчас, если вы помните, то мы уже так делали с... тем местом, где спавнится Райкваза, но мы опять его как-то потеряли, и больше мы его не нашли, и потом мы заново опять рандомно, знаете, тпхались туда-сюда, 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 но в конце концов мы его нашли. А сейчас, мне кажется, опять такая же хрень, то, что вряд ли мы найдем вот это место. Еще самое обидное, что вот этот легендарный босс сейчас, скорее всего, пропадет, потому что, вы видите, с этими приколами, пока мы найдем эту шахту, где он находится, то можно просто-напросто сойти с ума. Самое будет обидное, если он где-то там наверху находится, я просто-напросто тут шастаю и не могу его найти. Хрен его знает, честно. Опа, вот он. А знаете, ребята, вот что я еще... О, там шахта, нифига себе-то. Ребята, ребята, не зря. Не зря мы сейчас сидели и парились по этому поводу, чтобы... Чтобы спуститься к этому боссу. Не зря. Два мастер-бола, которые мы выбили за последние серии. Все, ребята. Все. Вот сейчас я могу быть спокойным, потому что сейчас мы можем... О, нифига себе, эти шейдеры. Они даже, если честно, крутые. Вот сейчас мы можем спокойно идти домой и создавать машину для клонирования Мью в Мьюту. Вот сейчас спокойно, спокойным образом мы вот это можем делать, потому что у нас есть два мастер-бола, а нам осталось словить только Мьюту и Райквазу. Поэтому, ребята, со следующей серии мы, наверное, будем начинать уже будем начинать делать клон-машину для Мью, чтобы сделать Мьюту и мы сделаем Мьюту, ну, постараемся сделать в каких-то следующих сериях, да? И также мы будем продолжать охотиться на Райквазу, потому что, ну, в принципе, сами знаете, да, то, что Райкваза нам по сути тоже нужна, да? Но это круто, круто, ребята. Мы, в принципе, еще и прокачали покемонов, мы еще и Мастер Болл нафиг выбили, выбили, так, я просто сейчас пытаюсь тут классненький какой-то скрин сделать. Мы еще и Мастер Болл нафиг выбили и вот это действительно очень круто. Вот что я еще хотел просто-напросто. Я хотел найти то место, где с вами Райкваза, потому что с этим Мастер Боллом это очень круто. Мы сейчас сможем... Опа, Арбок. Ну, сейчас мы, в принципе, действительно уже сможем просто-напросто охотить тысячу... Ага, тысячу двести минус четыреста. Тысячу двести семьдесят... Вот так. Во-первых, ребята, у нас... Так, ой-ой-ой... Во. Во-первых, ребята, во-первых... Во-первых, я опять потерял то место, где у нас спавнится Райкваза. Твою мать, эта карта нахрен, что с тобой вообще происходит, карта? Жопа какая-то с этой картой. Ну, ладно, ладно, зато хотя бы уже есть мастер-болл. Это очень круто. А что с картой? Ну, я не знаю, ребята, может, я потом опять посмотрю или знаете, что, ребята, я буду очень вам благодарен, если вы... Так, сейчас давайте это выкинем, это выкинем, это выкинем, это выкинем, это выкинем, это тоже, это тоже, это... Ой, нет, еду, твою мать, и все, что я сейчас выкидывал, нужно заново подбирать. Это выкинем, это выкинем, Это выкинем, это выкинем, это выкинем То, что, ребята, я буду Очень сильно вам благодарен Прям настолько сильно, что капут Ну, ладно, тоже не буду перебарщивать Если вы в этой серии мне Скажете координаты Той местности, где мы Искали райквазу Где мы ее выжидали, потому что Ну, честное слово, ребята, вы видите, что творится Нахрен с этой картой, то Она работает, то она не работает, то она Нахрен куда-то пропадает, и честное слово Я не знаю, где вот то место, где мы Искали райквазу, потому что, как вы Сейчас, ребята, можете заметить Карта опять, нахрен, твою Мать, эта карта опять Как-то закрылась, в том смысле, что Та территория, где мы были Она опять почему-то стала Невидимой, и мы не можем Туда возвратиться и увидеть, где мы вообще Были Ну, да ладно, ребята, давайте уже на этом заканчивать Я извиняюсь за то, что такая маленькая серия Коротенькая, но я еще раз повторюсь То, что у меня сейчас С ночи, я, если честно, уже устал И поэтому я, наверное, уже буду заканчивать Что мы здесь сделали в этой серии? Мы заменили нашего капитана С Глайскорона Драгонайта, который уже 58 уровень Наверное, уже скоро и Драгонайта Да, выкладывать будем, только взяли уже Будем выкладывать В следующей серии мы выложим Мака Прокачаем хантеров, генгара и также выложим Генгара Долженом Прокачаем, если у него там еще есть эволюция И также выложим И прокачаем электробаза еще два уровня Эволюцинируем его И выложим И его Поэтому, ребята, в следующей серии мы, наверное, Выложим много покемонов и возьмем Много новых покемонов на прокачку И Со следующей серии Не забываем также, ребята, то, что со следующей серии Мы будем начинать уже делать машину Для клонирования Мью В Мьюту Потому что у нас уже есть мастер-болы Мы можем спокойным образом идти и Тратить эти мастер-болы Также, наверное, мы будем Делать Делать, делать, делать Как это называется? Будем делать компьютеры Для того, чтобы Потом также попытаться заспавнить Пуригона Как мы это, в принципе, сделали В предыдущем сезоне Но в предыдущем сезоне Мы не сами его Спавнили Просто-напросто взяли ресурсы С гейммода И заспавнили его Но в этом сезоне Постараемся сами заспавнить Также у нас Манч Лаксу Уже тут сидит Уже, в принципе, в скором времени Наверное, вылупится Также у нас там еще есть Иглибаф Потом еще Клефа будет И может также Питчу Потом, ребята, посмотрим На этом мы заканчиваем Всем спасибо за просмотр Не забываем вступать в нашу банду Крутых Перцев Все, что от вас требуется Это просто поставить лайк Буду очень вам благодарен Если вы также Подпишетесь И оставьте свой комментарий Буду очень Очень-очень-очень благодарен Ребята На этом мы заканчиваем Еще раз Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok